Настроение в народе, Сир, всё хуже. Это ведь простолюдины, Альфрид. Они вечно всем недовольны. Не моя вина, что их город насквозь провонял рыбьим жиром и дёгтем. Работа, кровь над головой, еда. Только и умеешь, что блеять об этом. Думается мне, Сир, что их подстрекают смутьяны. Значит, надо найти этих смутьянов и арестовать. Совершенно с вами согласен, Сир. Все эти кривотолки о переменах надо пресекать. Нельзя позволять всякому сброду кучковаться и шуметь. Не успеешь оглянуться, они станут задавать вопросы, создавать комитеты, наводить справки. Давай старое. Даёшь новое? А чего? Так они считают, Сир. Даже поговаривают о выборах. Выборы? Это абсурд. Я в этом не участвую. На это они и рассчитывают, Сир. Пиздельники, ренегаты, провокаторы. Кому хватило спези усомниться в моём авторитете? Кто посмел? Кто? Барда, помяни моё слово. Этот гебошир, этот лодочник приложил к этому руку. Остальных здесь не выросли... Семенники, Сир. Бараньи и козлиные, пассерованные с грибной подливой. Будь мир идеален, мы бы его арестовали же. Но Барду благоволит народ. Считают его лидером. Они восхищаются им. Он скромен, умён, привлекателен. Хорошо сложён. Ну да, понятно, что он во всём не подражает, но... Это не преступление. Скажи мне, а нет ли какого-нибудь древнего закона, который запрещает всяким лодочникам задавать кадрзные вопросы? Найдётся у нас такое досточтимое предписание? Определённо, сир. Издам его немедленно. Не с тем человеком ты связался, господин Бардж. Надеюсь, ты осторожный, малый, потому что я за тобой слежу.